В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у нас сегодня заместитель министра образования и молодежной политики региона Павел Симаков. Павел, добрый день! 2018 год объявлен Годом добровольцев. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия запланированы? 20-21 февраля у нас пройдет второй форум добровольцев в Рязанской области. И как раз это будет открытие Года добровольцев в городе Рязани в Рязанской области. 20-го числа соберется более 500 активистов из детских и молодежных общественных организаций, из волонтерских отрядов, представителей бизнеса, представителей органов исполнительной и законодательной власти. И будет такой старт Года добровольчества. И в рамках этого форума у нас предусмотрена специальная, скажем так, форсайт-сессия о том, какой же молодежь хочет увидеть, каким же молодежь хочет увидеть Год добровольца. Именно там мы уже собрали, конечно, со всех ведомств, со всех заинтересованных организаций предложения в план Года добровольца на территории Рязанской области. Но именно там мы его хотим обсудить, хотим спросить именно у ребят, каким они видят Год добровольца. Мы считаем, что это правильно, да, и уже потом будем, соответственно, публиковать план. И пока всех секретов, конечно же, не раскрываем. Кто такой доброволец и как им стать? Стать очень просто. Есть портал волонтеры62.рф. На него можно зайти, подать заявку и стать добровольцем. Кто такой добровольец и волонтер, уже много лет спорят. Есть закон, который наконец-таки принят, подписан президентом. Да, добровольчество и волонтерство. Это тот человек, который бескорыстно делает различные добрые дела. Сейчас бум добровольчества на массовых мероприятиях. Да, это благодаря Сочинской Олимпиаде, благодаря универсалю в Казани. Чемпионат мира по футболу грядет, да, то есть там тоже есть ребята-добровольцы. Те, которые помогают делать мероприятия. Это самая видимая часть, скажем так, айсберга добровольческого движения. Но также есть ребята, которые занимаются помощью ветеранам, да, нашего волонтера Победы. По итогам 2017 года признаны лучшими в стране, да, нашим региональным отделением волонтеров Победы. Мы этим очень гордимся и надеемся, что в этом году будет гораздо больше достижений у ребят. Также есть люди, которые занимаются уходом там, да, за бездомными животными, да, то есть их в Рязани достаточно большое количество. Я думаю, что вряд ли у них есть волонтерские книжки, регистрация на сайте «Волонтер-62». Они делают это по велению сердца и работают. Есть волонтеры-медики, есть волонтеры-спасатели. Огромное количество ребят занимается в разных отраслях полезными, добрыми, интересными делами. Как и волонтеры? Чем-то отличается от добровольцев? Нет, это синонима. А рязанские волонтеры примут участие в чемпионате мира по футболу? Дело в том, что регистрация волонтеров на чемпионат мира по футболу происходит на федеральном ресурсе. Буквально сейчас мы запрашиваем данные, да, сколько же ребят от Рязанской области прошло отбор и как они будут принять участие. Надеемся, что да, поможем им с обучением, поможем им с тем, чтобы они попали на объекты чемпионата мира по футболу. Известно, сколько заявок от Рязанской области? Вот все данные в процессе получения. Вот расскажите в целом об основных направлениях работы молодежной политики в новом 2018 году. Ну, основной упор в этом году мы хотим сделать на проекты неформального образования и на проекты наставничества. Сейчас это очень актуально, на наш взгляд. Здесь мы будем работать в тесном взаимодействии с Российским Союзом Молодежи, с нашим региональным отделением, также с Ассоциацией студенческих объединений России, в которой у нас тоже есть региональное отделение. Сейчас уже прошло несколько встреч в рамках проекта «Диалог на равных», и Николай Викторович Любимов, губернатор Рязанской области, принял участие в последней встрече. Мы хотим по максимуму привлекать интересных людей, которые показали бы ребятам на своем жизненном примере, что Россия – это страна возможностей, как можно развиваться в нашем государстве, как они добиваются успехов, чтобы на конкретных примерах. Почему еще название «Диалог на равных»? Мы понимаем, и многие исследования сейчас говорят о том, что молодежь общается со взрослыми на равных. Есть возможность задать любые вопросы, они ни в коем случае не модерируются, то есть ребята спрашивают, узнают. Плюс у РСМ есть интересный проект, называется «Мастер-классная суббота», когда объявляется «Мастер-классная суббота», составляется пул тренеров, лекторов, различных спикеров, которые в течение всего дня проводят интенсивные занятия по обучению. Это может быть как и предпринимательство, это может быть, например, ораторское искусство. То есть это то неформальное образование, которое ребятам не получить в вузах, в учреждениях среднего профессионального образования, в школах, именно тот дополнительный компонент, который им в дальнейшем поможет в жизни с точки зрения навыков коммуникации, развития лидерских качеств. На этом мы хотим сделать упор именно в реализации государственной молодежной политики. Также, безусловно, это добровольчество, оно как и входит очень большим блоком в реализацию государственной молодежной политики. Здесь мы хотим привлечь максимальное количество людей к добровольчеству не только молодого возраста, но и, скажем так, волонтеров-наставников, волонтеров серебряного возраста. У нас два замечательных волонтерских отряда серебряного возраста, старше 50 лет, существуют в Кадами и в Скопине. Замечательные люди, очень классно занимаются различными видами добровольчества. Мы рады, что такие отряды у нас тоже появляются, и что взрослое население приходит к добровольчеству. Потому что, к сожалению, сейчас сложилась ассоциация, что добровольцы и молодой человек – это одно и то же. На самом деле нет, добровольцем может стать кто угодно. Также, конечно, хотим создать Центр развития добровольчества, чтобы они были в каждом муниципальном образовании. Они у нас уже есть, но мы не хотим их немножко переформатировать, да, больше задач, чтобы они выполняли, чтобы был такой импульс к развитию добровольчества. Вообще, ситуация с годом добровольчества очень интересная. Три года было очень много, скажем так, добровольчества в информационном поле, очень много ребята занимались этим делом, и президент объявил годом добровольства в 2016 год. И здесь хочется сделать каких-то конкретных, понятных шагов, да, чтобы именно это было стратегическое решение для развития добровольчества в целом. Наверное, это вот основные такие приоритетные направления в этом году. И, конечно, для нас очень важно обучение, внутреннее обучение наших специалистов, кто занимается молодежной политикой, как и в муниципальных образованиях, так и в городе Рязани. Мы понимаем, что здесь нужно учиться. Мы в прошлом году сделали пилотный большой семинар трехдневный обучающий. Нам нравится брать бизнес-подход и приводить его в органы государственного управления, да. Очень много занятий было тематических, да. Например, мы сотрудничали с компанией «Эликс», с компанией «Хороший маркетинг». Людмила Сарычева, автор книги «Пиши и сокращай», да, тоже встречалась с нашими специалистами. Мы всем подарили эту книгу, да, рассказывали про основы взаимодействия в социальных сетях, потому что молодежная политика – отрасль, которая меняется очень быстро, да, и нужно быть постоянно в тренде, да, чтобы понимать, чего хочет молодежь. И такая, скажем так, фишечка 2018 года – мы хотим сделать открытые обсуждения наших планов для молодежи. То есть мы хотим выбрать день, там, раз в месяц или два раза в месяц, когда мы проводим некий мозговой штурм, посвященный одному из 16 основных направлений, да, и вообще направлений в молодежной политике 16, они утверждены Дмитрием Альтольевичем Медведевым, да, это стратегия развития государственной молодежной политики 2020 года. Соответственно, хотим прямо по каждому направлению собираться, обсуждать, что сейчас важно проводить, что можно уже не проводить, какие-то мероприятия убрать, какие мероприятия доработать, что действительно хочет молодежь получать, это постоянный срез. Вот сфера реализации государственной молодежной политики, а если можно так выразиться, от общего к частным, какие-то фишки у региона, есть чем рязанская молодежь отличается от российской молодежи? Нет, ну она, конечно, самая лучшая. Да, буквально в пятницу был опубликован приказ Федерального агентства по делам молодежи, о подведении итогов грантового конкурса на 2018 год. Наши ребята заняли 22 призовых места, привлекли в регион 4 миллиона 50 тысяч рублей. Мы провели аналитику по Центральному федеральному округу после Москвы и Московской области. Мы первые. Да, то есть максимальное количество средств привлечено в регион. Ну, не считая Москву и Московской области. Если так считать, то мы третий. Да, это огромный показатель того, что наши молодые люди, им не безразлична судьба Рязанской области, судьба Российской Федерации, да, они готовы создавать, созидать, готовы делать свои собственные проекты, реализовывать их здесь на благо своего родного города, своей родной области, своей родной страны. Не могу не задать вопрос. С момента образования нового министерства, напомню, когда молодежная политика присоединилась к министерству образования, прошло не так много времени. Изменятся ли какие-то основные направления, поставленные в сфере задач? Конечно, потому что область образования очень близка к области молодежной политики. Я думаю, что это только на пользу, потому что мы сможем зайти с некоторыми своими проектами в образовательные организации, любого уровня, будь то школа, вуз или учреждение среднего профессионального образования. Это выгодно как и для развития того же добровольчества, да, это выгодно как и для развития любых других проектов. Поэтому мы сейчас, конечно, корректируем, потому что есть какие-то сферы, которые мы выполняли вместе с образованием. Сейчас нам гораздо проще это делать, получается такая синергия, да, которая на пользу всем. Как ты планируешь привлекать рязанскую молодежь для проведения выборов в марте? У нас есть общественные организации, да, то есть это как раз тот же Российский соц молодежи Ассоциации студенческих объединений России. Они уже четвертый год подряд реализуют проект «Молодежные наблюдатели», да, то есть это ребята, которые принимают участие в качестве наблюдателей на выборах. Мы считаем проект интересным еще и в плане того, что молодежь видит с другой стороны, да, со стороны участия как бы в организации выборов, выбранного процесса, как это реально происходит. И нам очень приятно то, что вместе с этими ребятами на избирательные участки приходят их родители, братья, сестры, голосуют, да, и ребята рассказывают о том, что, посмотрите, процесс-то реальный, ничего, скажем так, не куплено, ничего за нас не решено, и мы сами приходим на выборы, доделаем это, и ребята помогают именно с наблюдением. Причем уже сформировался такой костяк, 120 человек, которые вот уже четвертый год принимают участие в этом проекте. Интересный проект, хороший, нужный. Павел, какие основные итоги можно подвести за работу за прошлый год, 2017? Ну, в 2016 году молодежная политика Рязанской области вошла в топ-10 по итогам рейтинга Росмолодежи, мы занимаем 10 место, делим его вместе с Татарстаном, с нетерпением ждем подведения итогов рейтинга в этом году, вот, со дня на день должны подвести, интересно, какое же место в этом году мы занимаем. Конечно, это победа наших ребят на конкурсе «Доброволец России», да, в номинации «Лучшее региональное отделение волонтеров Победы». Конечно, цифры, ребята в прошлом году привлекли 15 миллионов рублей на территорию Рязанской области для проведения различных молодежных проектов, это очень большие деньги, это тоже очень важно. И в целом, ну, основная, скажем так, еще задачка на следующий год, это привлечь не только активистов и лидеров, да, молодежного движения, те ребят, которые приходят в эти организации, но и всех остальных тоже, да, привлекать к реализации государственной молодежной политики. Сейчас создаем портал специально для молодежи, интернет-портал, он называется «molazn.ru», будет запущен в ближайшую неделю, на котором мы постараемся аккумулировать все возможности для молодежи, как и по нашим направлениям государственной молодежной политики, так и различные молодежные сообщества, будь то формальные организации, российский союз молодежи, молодая гвардия или же там, да, молодежный совет, будь то неформальные объединения, ребят, которые рисуют граффити или делают стрит-арт на улицах, либо же ребята, которые занимаются бейсджампингом, скейтеры, роллеры, сноубордисты, лыжники, да, то есть постараемся все молодежные тусовки, которые есть, свести на этот портал, чтобы это была такая единая точка входа для молодежи в мир молодежной политики. Вы мне напомнили про арт-объект, который появился в прошлом году на улице Ленина, вот в этом году не планируют больше ничего нарисовать, ведь действительно получилось классно. Да, получилось классно, планируется, как раз у волонтеров Победы вместе с Александром Демкиным есть совместный проект, он называется «Рисунки Победы», он как раз выиграл гранд Федерального геста по делам молодежи, как только потеплеет, потому что температура должна быть больше 0 градусов. Вы уже выбрали, да, и стены. Есть на согласовании несколько стен и на согласовании несколько рисунков, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, да, то есть это такие, скажем так, живые страницы истории, живые учебники истории, которые будут в стиле стрит-арта изображены на рязанских домах, вот сейчас, да, это тоже. И плюс есть несколько проектов, скажем так, просто рисунков, не тематической росписи, а именно граффити, которая может тоже появиться скоро на домах. Сделаем такую, хотим сделать Рязанию столицей, да, таких интересных работ в стиле стрит-арта. Отличная идея, спасибо вам большое за беседу. Теперь зрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Павел Симаков. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин